Подошел Владимир Геннадьевич, я бы с этого хотел начать, но раз он подошел, и я бы хотел, чтобы он это тоже послушал, мое это выступление. Запишите все, кто пишет, о сектантстве в трезвенческом движении. Запишите. О сектантстве в трезвенческом движении. Вот вчера у нас здесь был круглый стол, и наш соратник, он ушел, что ли, из Сурмута? Где он? Ушел, да? Ну вот пусть он подойдет тоже сюда, потому что это и для него важно. Понимаете, я, в общем-то, впервые имел возможность зверевцам, так называемые зверевцы есть у нас, ну такое понятие в нашем движении, ну просто к человеку задать вопросы, чтобы как-то уточнить позицию, что к чему. Задал вопросы, получил ответы. И я, в общем-то, вчера весь вечер сидел и размышлял, и я понял, что это все 100% признаки секты. Секты. Что такое секта? Секта – это когда есть какое-то, скажем, движение религиозное, к примеру, да, устоявшееся, и вдруг появляется какой-то гуру, лидер, который считает, что да, это все правильно, но вот это вот неправильно, вот это вот неправильно, вот здесь они не туда идут, вот здесь они кто, а я считаю, что вот так правильно, и давайте мне со мной, все кто, сюда, и появляется секта. Вроде на правильном этом что-то меняется, появляется лидер, и появляются его адепты. Причем эти адепты откуда появляются? Не со стороны, а появляются из той среды, в которой он сам вырос, и где он ведет эту, мутит эту самую работу. То есть вот идет, и появляется секта, поэтому с этими сектами все основные религии мира борются, знаете, да, то есть секта, ну, то есть это раскол, это свихание у людей мозгов и прочее, прочее. Вот такая же секта на сегодняшний день, я считаю, это секта зверевцев. Это называется «Союз утверждения сохранения трезвости Урала». Урала, да, так называется? Урала. Типичнейшая совершенно секта. В чем ее суть? Лет, наверное, 15 назад я, к моему стыду, рекомендовал на съезде оптималистов в Зверево, потому что мы, я много работал в Тюмени, мы организовали там очень хороший клуб, и я рекомендовал Зверево в руководство движения оптималистов, зампредседателя. Ну, из моих слов, я авторитетный человек в оптималистах, они его проголосовали. Он там начал работу, что все вы делаете не так, все это не так, все вы дураки, а надо вот так и так. В результате на следующем съезде единогласно Зверева изгнали из движения оптималистов. Единогласно проголосовали, что гнать его, чтобы его здесь не было, потому что он все делает для того, чтобы разрушить это движение оптималистов. Он в союзе борьбы за народную трезвость был у нас членом Координационного совета. Начал ту же самую работу. Да вот вы делаете не так, да вот лидеры у вас не такие, а надо вот делать вот так. И пятое, и десятое. В результате мы его четыре года воспитывали. Сколько нервов, но я на этого Зверева своих личных истратил, это просто даже уму не представил. В конце концов на съезде мы приняли решение изгнать его навсегда из союза борьбы за народную трезвость. За его вот эту вот раскольническую, вредительскую по отношению к трезвенческому движению деятельность. Тогда он, у него уже был свой клуб в Тюмени, клуб очень сильно зомбированный, то есть вы не то говорите, вы не так делаете. И начал создавать свою секту со своей терминологией, с обязательным посвящением эту секту, то есть обязательно пройти курс Зверева, это обязательное условие того, чтобы человек в эту секту попал. Обязательно прописать 60 дневников, это обязательно, потому что если человек полгода себе вбивает какую-то вещь, он сам себя зомбирует на все то, что он там пишет. А пишут они там веселые вещи, я вам сразу скажу. И в результате через 60 дневников адепт этой секты есть. Раз, где искать людей, которые пошли бы в эту секту? Среди пьяниц-алкоголиков они сразу пошлют его нафиг, ну сразу. Вы отравленники, а я вот трезвенник, ну ясно, иди отсюда свой трезвенник со своей трезвостью. Понимаете? Это раз. Культурно пьющие люди смотрят на это, ну просто как на идиотов, да, у них какой-то свой язык, людям непонятный. Секта, в секту никто не пойдет. Куда можно завербовать людей? Откуда их взять? Ну из трезвеннического движения. Понятно? Давайте. Вот мы лезем к вам. Причем, видите, уровень зомбирования, как все. К кому-нибудь приставали сектанты из Яговы? Вы видели, какие они назойливые? Как они лезут? Они в душу, они вас вымотают все, пока вы им либо по морде не дадите, либо дверью по носу не щелкните, они к вам будут приставать. Лезть, что вот вы все неправы, а вот мы правы, вот надо вот так вот в Христа верить, а не этот. Точно так же и здесь, понимаете? Лезут куда только можно. Любым способом оторвать людей, мозги им свихнуть, так сказать, заставить это. Растет движение у Зверева? Вы знаете, очень слабо. Я-то думал, приехал человек, скажет, у нас там движение, там 100 человек, молодежь и прочее. Шесть человек. Причем эти все шесть человек, я уверен, они все под действием лекции Жданова стали трезвенниками в свое время. А потом приехал Зверев и сказал, вы все не понимаете, все это не так, а вот пройдите мои курсы обязательно, и вот тогда-то вы уже будете совершенно понятными, сознательными трезвенниками, членами нашей вот этой секты. Поэтому я понял, что это далеко не безобидная вещь. Вот сюда, с Ростова, туда же он ездил несколько раз, Зверев там, вот приезжал Пономарев, понимаете? Ну, человек, ну, просто видно, что зомбирован как-то. Вот он лезет, ему говорят, ну, ты подожди, ну, что ты лезешь, ты послушай, ты приехал сюда, ты послушай, что люди говорят. Нет, вот я, вот я, вот все там не так, вот на эти книги, вот на эти читайте, вот это, вот, вот, вот. Это, это гуру, это наш гуру, вот он. Более того, понимаете, самомнение, ну, какое? Уже Углов, это дед, который ничего не понимал в этом деле. Кто такой Жданов, вообще непонятно, так сказать, неизвестно. А мы уже шестое, трезвенческое шестое утверждение сохранения трезвости. То есть мы уже выше всех этих, мы уже поднялись над всем этим делом. Типичнейшая секта. Валерий Георгиевич, у меня вопрос. Вот скажите, вот вы или Федор Григорьевич Углов, вот вы можете в чем-то ошибаться? Конечно, можем. Естественно, я допускаю. Вот критика вообще может быть, вот, ну, Вас или Федора, ну, Григорьевич Углова, допустим, если она конструктивная. Но если действительно человек ошибается, вот его критиковать можно? Человека, который ошибается, конечно, можно и нужно критиковать. То есть я с этим согласен. Ну да, да. Тут ведь дело не в это. То есть дискуссии в трезвом движении, они могут быть, и если... Вас как зовут? Меня Александр зовут. Скажите, а Зверев может ошибаться? Безусловно. Я вас хочу спросить. Вот съезд оптималистов, который год спустя работы Зверева в оптималисте, единогласно проголосовал, чтобы его изгнать из оптималиста, чтобы и память о нем там не было. Они могут ошибаться? Ну, могут. Но они могут ошибаться намного меньше, чем ошибаются другие. Понимаете? Там наш съезд Союза борьбы за народную трезвость, на котором в очередной раз начались финтифлюзы, все сказали изгнать его навсегда. Изгнали, проголосовали, и на этом все, как говорится, закончилось. Владимир Владимирович, может, мы будем обсуждать идеи, а не личности, и как там все... Вот видите, вот у этих сектантов, у них это самое главное. Давайте обсуждать наши идеи сектантов. Вот давайте, вот пригласим сюда Зверева, и пусть он вам скажет, что все эти дураки... А вот если вы все не прошли мои курсы, если вы все не отписали 60 моих дневников, если вы все не поняли, что там отравленники, а мы с вами сознательные трезвенники ведем и так далее, то вы, значит, либо дураки, либо никто. Я уверен, что из присутствующих кто-то клюнет на это. Обязательно клюнет. Ну как же так? Вот он идет не туда, вот он думает не то и так далее. Я специально спросил, чем вы занимались? Мы ходили туда, мы вели уроки трезвости и так далее. Я спрашиваю, чем вы сейчас занимаетесь? Мы ведем уроки трезвости. Понимаете? Ну, то есть я вам скажу, ну а этот... Да, конечно, что-то же он должен делать полезного, тут никто же не скажет, иначе вообще все скажут дурак дураком. Но вот то, что идет действительно подрывная работа, то это, вне всякого сомнения, все это поняли и все. Более того, Пономарев вот этот типичный, потому что... Вот я расскажу, я объясню, Володя. Мы проводим здесь регулярный традиционный слет. Проводим его в начале мая, проводим его с 10 сентября. Каждый раз на сайте трезвого Дона и на сайте Урала и прочего идет информация. Отменяется этот съезд. Приезжайте к нам в Ростов, приезжайте туда. Там все не так, там все не эдак и так далее. И люди начинают звонить. У вас что, отменяется? Да нет. А вот же интернет пишет отменить. Это раскольники. Опять второй съезд, опять идет все сюда. Потом опять сюда уже надо приехать. А здесь что-то попытаться замутить. Кому-то мозги прочистить. И уже сказал кто-то. Пришел, сказал, вы знаете, у Зверева так интересно. Так у него здорово. Пятое-десятое. Ну идет работа. Конечно, он не дурак, этот Пономарев. Вы думаете, что он дурак? Нет, не дурак. Вы что думаете, эти Яговы, они все дураки? Да нет, не дураки. Абсолютно не дураки. И тем не менее, вот я говорю, это работа. Поэтому мы с вами должны ясно и четко понимать, что есть сектанты. Они есть. Они завелись и у нас. Что сектант? Первое, это человек, у которого огромное самомнение. Он выше всех остальных и знает больше всех остальных. Это его глубокое убеждение. Естественно, всем остальным людям это видно. Это видно. И они в конце концов говорят, иди ты отсюда нафиг. Но находятся люди, которые говорят, а действительно, смотри, какая голова умная. Давай мы тебе поверим. Ну, поверили и поверили. Идет сохранение утверждения трезвости. У них проходит съезд, слет каждый год в одни и те же даты, как и у нас на Тургайке. Все 200 километров южнее на озере они собираются на Пахомово. Причем люди, приезжающие оттуда, которые говорят, вы смотрите, как у вас здорово, как у вас интересно. У нас там театр одного актера. Так что, Зверев поет и поет, что все там дураки. А мы вот здесь с вами гениальные люди, которые собрались. Я был в этом году на острове Пахомово. Я могу, как и чудес, рассказать, как наш слет, собственно, проходит. Опять начинайте. Приезжайте к нам на Пахомово. То есть меня слушать нельзя, получается? Нет, я просто говорю, что, видите, вы на самом деле, я понимаю, что человек зазомбированный. В общем, ну вот то, что вы говорили, выступали. И потом, да, мы были дураки. И вот мы Зверева послушали, и мы стали такими умными, что дальше, как говорится, некуда. И мы сейчас эту умную зверевщину будем нести дальше. Ну, несите, но вы ее попробуйте нести ее вон там, людям. Не здесь. Здесь люди, трезвенники, собрались. Так откуда брать себе адептов? Из людей, пьяниц и культурно пьющих ни один не пойдет в эту секту. Это уж совершенно точно. Смысл какой туда идти? Кто, какой дурак будет слушать Зверева, да еще потом 60 дней писать дневники? Я не знаю таких ни одного. Ну, вот вас только вы сказали. Знаю. Ну, я же здесь там не выступаю. Нет, ну вы не выступаете. А вот Пономарев выступает. Вы пока не выступаете. А вам потом втык дадут. Что это вы не выступали? У вас была возможность выступить. У вас дети, у вас прекрасная семья. Надо было выступить. Надо было сказать, что все это не так. Что все это вот они тут неверно говорят. А вот у нас там, ну вообще, все, на ура, на застрелись. Мы так себя не ведем. Нет, ну вы-то не ведете. Ну дайте я расскажу сейчас, как ведут себя ростовчане. Вот. Можно, Владимир Владимирович? Да, да. Конечно. Я вообще в трезвом движении давно. Уже 28 лет. Да, вот давай сюда. 28 лет. И у меня тоже всегда было, вот многие говорят, ну какая разница, мы же все, вот вроде бы, занимаемся одним делом, трезвостью. Какие могут быть разногласия среди единомышленников? И вот я приехал на съезд в 2005 году. Говорят, какая-то заваруха затевается. Какая заваруха может быть среди единомышленников? А оказывается, Сан Саныч, он уже давно готовил почву к тому, чтобы убрать Владимира Георгиевича от руководства Союзом борьбы за народную трезвость. Стали глубже смотреть ребята, которые вместе с ним были в Тюмени, в клубе «Оптималист». Они сказали, что да он же вообще со спецслужбами сотрудничает. Ведь просто так Союз борьбы за народную трезвость закрыть нельзя. Вот что взяли, закрыли каким-то указом и все. Что нужно сделать? Надо внедрить своих людей, расколоть все это и сделать так, чтобы Союз борьбы за народную трезвость мировой мафии больше не портил нервы. И что они делают? Они начали использовать своих агентов, которым являются Зверев. Он начал вести эту работу раскольническую. Начали они на съезде, это 4 человека их выступать, что вот, мы недовольны работой Жданова, пора его поменять. Все понять ничего не могут. Что, как это, мы приехали, вот вроде бы все мы сторонники Жданова, а тут пришли люди и начинают выступать на это дело. Ну, дали им отпор хороший, после чего они вышли и сказали, мы из СБНТ выходим. Все, весь зал хлопает, они выходят из СБНТ, но свою работу они продолжают. Они, вот я говорю этим ростовчанам, ребятам, я говорю, ребята, никто у вас, ничего, занимайтесь своим делом, идите вы туда, где люди пьют пиво, курят, вытягивайте их оттуда. Нет, они лезут именно в трезвое движение, приехали сюда, в трезвую Кубань, приехали к нам, говорит, мы хотим с вами участвовать в слете. Я говорю, пожалуйста, приезжайте в качестве гостей. Нет, мы хотим в качестве равноправных хозяев участвовать, чтобы наши программы были, тут все. Я говорю, нет, этого не будет. Это было в прошлом году. Хорошо, они все равно стали на своем настаивать. У нас здесь лед объявлен, здесь, в Танице Благовещенской. Они объявили в городе Тихорецке, Краснодарского края, чтобы со Ставропольского края пригласить, с Краснодарского и с Ростовской области. И по всем каналам, везде начали рассылать там рассылки, что слет трезвых сил будет Тихорецке, там не будет. Взяли телефон, и ребят, которые уже были на нашем слете, вот контакты оставили, и давай их обзванивать. Зачем вам нужен Жданов? Вы что, его не слышали, не видели по интернету? Да он ту же самую лекцию 20 лет рассказывает, он уже сам уже давно должен быть на задворках истории. Зачем вам Кривоногов нужен? Давайте к нам, к молодежи, давайте у нас тусоваться вместе. В конце концов, получилось так, что Тихорецкий слет не состоялся. За два дня они объявляют, что слета тут не будет, а будет в Таганроге. И они там провели свой слет. И сейчас, вот они, я услышал, что они собираются ехать, я им написал, ребята, тема утверждения сохранения трезвости подниматься здесь не будет. Хорошо, они приехали, все равно приехали, начинают книги распространять, плакаты свои понавесили, стали ходить по лагерю там, уговаривать. Так вот, что у них интересно? Интересно то, что, чтобы к ним попасть, в их организацию, надо пройти курсы сознательной трезвости. Обязательно. Обязательно, правильно? Вот, курсы сознательной трезвости, они называют метод Шичко. Это не метод Шичко, это нейролингвистическое программирование по системе Верещагина. Скажите, вы проходили у нас курсы? Я не проходил, и не собираюсь их проходить. А на какой основе вы говорите? Так, не надо, не надо, ты послушай, ты послушай. Подождите. Я не буду ждать. Вот начинается, вот опять, вот так вот они себя ведут. Слово сказать не дают, постоянно, вот в интернете только выложили, нормальную информацию выложили. Вот то, что день трезвости будет у нас объявлен, в городе Волгограде будет региональный центр вещать на весь мир. И этот, всякую там гадость начал писать, Пономарев начал писать. Для чего, скажи? Вот для чего? Вот смысл какой? Вот зачем они лезут именно в те структуры, где люди стоят на трезвых позициях, сторонники Жданова, других, Белоглазова, Кривоногова. Они лезут именно туда, говорят, вот вы неправильно делаете, мы вас научим, как надо уроки трезвости вести. Как вести? Объясни, что такое отнимание трезвости? Что это такое? Отнимание трезвости, я это легко могу объяснить, потому что... Ну что это такое? Отнимание трезвости, это процесс, при котором у человека отнимаются трезвости, через механизмы явно искрытой рекламы информационного террора. Когда человеку навязывается тройственная ложь, что алкоголь это пища, что она должна быть качественной, должна применяться в меру. Вот когда человек в это поверил, можно считать, что трезвость у него отнята. Ну, как сейчас говорил Владимир Георгиевич, да, что вот... Запрограммировали на алкоголь. Да, что у человека, да, начинается запрограммирование, и тем самым у него отбирается трезвость. Да не отбираться ничего, никакая трезвость не отбирается. Нельзя у человека отнять, вот радость нельзя отнять. Вот он сегодня радостный, завтра грустный. Ему говорят, вот ты грустный, у тебя отняли радость. Точно так же, он сегодня пьяный, а завтра он трезвый, он веселится, нормальный человек. Как отняли? Ты подходишь к любому мужику, говоришь, дорогой, да у тебя же трезвость отняли. Да, говорит. А вы это идете в школы, рассказываете глупость эту. Глупость рассказываете. Потом. Ну, потому что глупость это. Ну, как отнять можно? То, что вот, ну, отнять можно, жизнь отнять у человека, можно что-то, вещи какие-то. Да вы одной тоже говорите, что вы этого не понимаете. Правильно он говорите, что можно... Что он неправильно говорит? Ладно, спасибо, Владимир Георгиевич. Я вам... Ладно, раз уж пошло это дело, ладно, да расскажу вам. Мы проводили на озере Яланчик слеты, ежегодные слеты. Кстати, 27 слетов подряд, каждый год, без пропусков, без ничего. Значит, очередной слет. Приехал Зверев и сказал. Мне кажется, что директор слета, который у нас был, Эрлих, и Жданов воруют общеслетовские деньги. Начал все договорить. И поэтому в этом году слет будем проводить мы. И всю финансовую, так сказать, эту организацию мы берем на себя. Я приезжаю на слет, там оргсносы, а говорят, а вот Зверев уже приехал на три дня раньше и сказал, что раз это Урал, а он уже Урал, то они вот проводят дни и собирают эти деньги. Я говорю, да слава Богу, я перекрестился. Ну, вы представляете, что такое оргснос собирать? Вот Владимир Геннадьевич скажет. Поднимите руки, у кого красная эта штучка? У кого? У кого ее нет? У кого нет? Видите? Ну, вот я говорю, вот вам попробуй собрать оргсносы. В общем, это дело такое, тяжелое, очень тяжелое. Ларить Бога, собирайте, ребята, оргсносы. Вот мы, значит, здесь там то-се участвуем. Да, ради Бога, участвуйте. Значит, конец слета. Конец слета. Подбиваются все итоги. Получается, 60 тысяч, а взносов не хватило. Это всегда было всю жизнь. Всегда не хватало там от 30 до 100 тысяч. И всегда эти деньги я из своего кармана вкладывал, компенсировал. Все слеты, все они убыточные. Я говорю, о, прекрасно. Говорю, видите, 60 тысяч, ну, как всегда, это все нормально. Давайте вот клуб Тюмень, значит, давайте, вкладывайте, компенсируйте деньги, потому что Эрлих эти деньги занимал. Надо отдать. Не, мы не будем платить. Ну, как не будете? Вы же все делали. Вы же организаторы. Вы же отвечаете. Не, 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 мы отвечать не будем. Нам не была предоставлена смета перед началом. Нам было не то-то-то, пятое-десятое. Я говорю, идите вы нафиг. Ладно, Володя, как всегда, компенсирую, компенсировал. На следующий год они требуют от Эрлиха, чтобы он составил смету. Смету, детальную, с проработкой и с ценами всего, что можно быть. Выкопка 12 туалетов трактором. Значит, там досок столько-то, там железные какие-то эти. Ну, в общем, он все рассчитал. Сделали все это мы накануне. Приехал, и приехали зверевцы. Начали мерить глубину ям туалетов. Начали мерить. Начали мерить то, сё. Померили, выяснилось, что Эрлих еще и не дописал. Он свои доски привез, которые у него дома были, и так далее, и тому подобное. Вы понимаете, ну, такое, ну, просто невозможно уже терпеть, когда ходят. Нет, все равно они где-то воруют. Все равно они должны где-то воровать. Ну, как так? Жданов проводит уже вот столько слетов. Не может быть, чтобы он не украл ни рубля. Наверное, все-таки где-то что-то воруют. И это ходят, всем рассказывают, и все. Я, в конце концов, возмутился. Пришел к ним туда в клуб и сказал, чтобы этого засранца, прям сказал, у нас больше здесь. Я его никогда не видел. Четыре года он мне травит жизнь на этом самом слете. Я сюда уже не знаю, ехать не хочу. Я, ректор слета, уже туда ехать не хочу. Я говорю, чтобы его здесь больше никогда не было. Вы приезжайте, мы приезжайте, участвуйте. Великолепный, но чтобы его больше здесь не было. Как это так? Он наш гуру, так сказать, он наш главный, мы это самое, мы отсюда все уедем. Ну, говорю, что ж делать? Но чтобы его тут не было. Все. И они организовали вот этот вот в Пахомово. У нас 800 человек, у них там 90 в первый год приехало. Четыре клуба приехало туда. Ну, и началось, началось и поехало. И в конце концов выяснилось, что оказывается, это уже шестое трезвенческое движение. Уже зверев, так сказать, это просто гигант мыслей и прочего-прочего. Ну, ради бога, я говорю, ради бога, работайте. Вы сюда не лезьте. Вы зачем гадите? Гадить-то не надо. Начинают гадить. Ну, начинают гадить, что делать? Приходится как-то защищаться, приходится людям рассказывать. Да, это, с точки зрения науки, это самая натуральная секта. Просто секта. Лидер, изменено какое-то это, своя терминология, свои адепты, своя степень посвящения, свои условия приема. Секта небольшая, но вредная. Секта, которая настроена на то, чтобы лезть. Не идти, как Володя говорит, ну вы идите, вон же ведь, вон поле деятельности-то у нас какое. Идите. Нет, надо вот залезть сюда. Надо навредить здесь. Надо, чтобы отсюда люди поверили, перешли туда. Да, некоторым людям сломали голову. Вот у нас, кто, в Кургане, по-моему, где? У нас этот, вот Ростов, так сказать, ну, куда Езерев ездил, он, так сказать, там. Мои же ростовчане раньше приезжали, нормальные ребята. Да, нормальные ребята прозомбировались, и все, вы не правы, вы здесь не правы, все это у вас ерунда. Да, мы уже стоим над всем этим делом выше. Вот и все, поэтому я... Да нечего их, там нечего обсуждать, вы поймите. Нет, нет. Как еще раз зовут вас? Зовут вас как? Александр, я еще раз говорю, нечего там обсуждать, вы поверьте. Ну, нечего там обсуждать, понимаете? То есть это запрет, да? Что значит запрет? Если там нечего, мы можем обсуждать все, что угодно. Но эти вещи обсуждать нам просто не имеет смысла. Мы-то стоим на одних позициях, правильно? Вы нас пытаетесь в чем-то убедить, что мы не правы. Что надо, обсуждайте. Если вам нравится, ну, занимайтесь, не лезьте к нам, мы же к вам не лезем. Нет, ну, как нам не лезем. Понимаете, Жданов враг Зверева. Я вам честно скажу, кто такой Жданов, и сколько он сделал для трезвости, и кто такой Зверев. Иметь такого врага, Звереву, как Жданов, очень почетно. Представляете? Ну, что вы? Жданов, Жданов и... Нет, на самом деле вы не враги нам. Вы просто люди, которые стоите на людей... Заблуждаемся. Мы заблуждаемся. Конечно, может быть. Да, конечно. Мы заблуждаемся. Зверев не заблуждается. Я в этом голову... Жданов, 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 негде заблуждаться и ни в чем не заблуждается. Саша, 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 дерево познается по плодам. Да, конечно. Да? Ну, плоды есть здесь? Да, есть. Ну, так, у вас есть плоды? Здесь я не вижу серьезных пока что плодов. Ну, возможно, потому что здесь не было обсуждения организациями. Вот мне бы хотелось, чтобы здесь... Ну, вот выходили соратники из других городов и делились своими наработками, которые они у себя провели. Я бы он с другой ясом. 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 Да, да. Саша, ну, плод есть банан и плод есть яблоко. Но если мне яблоко нравится, ты понимаешь, а тебе нравится банан, то почему ты придетнуешься на яблоко? Я ваши яблоко не увидел. Сколько времени? Да, это же проблема-то не наша, а твоя проблема, что ты не видишь-то. Главное, чтобы я-то видел, ты понимаешь? И довольствовался этим яблоком. Вот-то в чем проблема. Если ты не видишь, это же твоя проблема. Да, давайте будем с другом делиться нашими бананами и яблоками. Да, еще обсуждать... Платформа-основа должна быть... Это вот типичная сектантская позиция. Понимаете, зацепить. Но вы послушайте. Но ведь это же вот так, а ведь это же вот не так. А тут глядишь, и вы там тоже засомневаетесь, что это так, а это не так. Ну это типично. Как еще иначе? Как еще иначе? Вызвать вас на дискуссию, сказать, что вот и все. Что тут обсуждать? Да нечего там обсуждать. Это машина-возня, понимаешь, обсуждать. Она не нужна, ты понимаешь. Это трата энергии и отсутствие роста. Вот в чем проблема. Зачем обсуждать-то? Довольствуйтесь бананом. Мы будем с ним довольствовать. Я говорю, Саша, вот когда ты сюда приедешь и скажешь, у меня в Сургуте 100 человек, зверевцев, которые провели там полторы тысячи лекций в школах, которые сформировали то-то, то-то, ну тогда я скажу, да, давайте мы Саше скажем. Я вчера специально слушал вас, задавал вопросы, в конце задал главный вопрос. Сколько вас человек в Сургуте? Вы говорите, шесть человек. Вы, жена, еще четыре, да? Нет, но во всем движении человек гораздо больше. Ну сколько? Так, ну, мне сложно сказать. Ну, сложно, сколько? Миллион? На последнем вследии на озере Пахомово было 260 человек. Ну, 260 человек. Ну, то есть нормально. Это нормально. Ну, это юг. Это юг России. На Тургаяке тоже, ну... Ну, я говорю, ну, то есть работа ваша идет. Идет работа. Я говорю, идет работа. Вот теперь вопрос ко всем этим людям. Я всегда вот у них, я спрашиваю, а через что вы пришли в трезвость? Да. Через курс Зверева? Да. Значит, репу чешет. Да, у него в клубе есть люди, которые, отслушав его эту зверевщину, пришли в клуб Зверева. А остальные где? Ну, остальные как? Ну, конечно, в интернете видели лекции, видели то, сё. То есть люди пришли на самом деле через углово, в трезвость. Понимаете? Ну, да, через ваши лекции. Ну, да, ну, я говорю, вот я про это вам и говорю. Нет, я же не говорю, что все, что из ПНД, это плохо. Нет, мы делаем хорошее дело, но просто мы с технологией стали несколько отличаться, вот, и пошли несколько разными путями. Ну, я и говорю, то есть мы идём не тем путём, вы идёте правильным путём. Я вам ещё раз говорю, если бы вы ещё не гадил в Зверев, то я был бы согласен, что люди идут другим путём. Начали гадить, это ясно, секта. Ну, то есть что тут говорить? Тут нет. Гадить движению начали трезвенческому, понимаете? Я вам скажу, что подрыв авторитета лидеров трезвенческого движения – это гадение. Это гадение. Нас и так не так много. Мы битые, перебитые все. А если ещё найдётся гад, который начнёт сомневаться, а вот не ворует ли Жданов деньги на слётах? Наверняка ворует, наверняка украл. Но не может быть, чтобы не украл ни рубля, понимаете? То есть человек сам-то понимает, что там можно что-то украсть. ...выпустил, каждого обвинил, кто участвовал в организации. У нас сейчас... Стыд вообще... У нас сейчас с Волгограда товарищ приехал. Мы когда узнали о том, что он открыл новое трезвенческое движение, я говорю, Миша, давай очередные, следующие, это мы начали с тобой. Он говорит, давай, последующие. Чтоб 10-е, там 20-е, мы забиваем, вот слинга, забивает все эти, что это мы начали. Это самое ступать. Да дурь полная просто. А то, что ты это не видишь, не слышишь и так далее, и так далее. Ну, я же вчера рассказал, я же нарисовал, понимаешь, в чем дело? Ну, посмотри, Савельева. Ну, ведь четко было ясно, сказано, что... В каком году родился? Кто? Я, что ли? Я в 58-м. Ага, а я в 86-м. В 86-м году. Вы совершенно верны. Кстати, вот трезвая, как раз, надежда последняя. А большая часть, большая часть молодежи у вас, какой год рождения? Так, у нас молодежь, ну, среди соратников нашей организации. Да. Да, у нас люди от 29 до 37 лет. Да, да. В 87-м году. Да. Ну, хорошо, спасибо, Саша. Я просто благодарен вам за то, что я впервые, вот так, в спокойной, хорошей остановке, имел возможность задать представителю вот этой секты, этот самый, получить... Я говорю, получить ответы. Я после того, как получил эти ответы, я вчера целый вечер анализировал, и я понял, что под все признаки секты это движение ваше подходит. Под все признаки. Какое определение секты? Секты, она, секта, это учение, которое базируется на основном учении, но что-то не принимает, либо что-то изменяет. Обязательно у этого учения должен быть лидер, обязательно адептов этого учения они ищут среди вот этого, вот, обязательно проходят через очень сложную систему инициации, посвящения, да, и обязательно потом они обязаны вернуться в эту среду и всем, значит, убеждать, что вы все не правы, а мы правы, и вы вот боритесь лучше не с ними, а боритесь лучше с нами, и доказывайте, и слушайте нас. А я глава теперь всего на свете, то есть я лидер шестого трезинского движения. Ну, все, так сказать, понимаете? А седьмой, а седьмой мой, да? Врачи, это секта, потому что мы прошли сложную сеть посвящений. Конечно, тоже секта, конечно. В принципе, обучение, да, вот, там их мировоззрение определенным образом поменяли, вот, и потом выдали диплом врача. Ну, да, конечно. Владимир Иванович Даль определяет всех, как религиозное учение, отклонившееся от основного врача. В сектанстве обвинять, это таким надо быть великим. Сколько времени, Анатолий Иванович? Я просто вами восхищаюсь. Невозможно переубедить человека. А я не пытаюсь переубедить. И не надо даже его переубеждать. У меня бабушка всегда говорила, Толя, никогда не говори хулу про учителя, врача и священника. Вы сейчас, Ахайли, учителей и врачей, я вас благодарю. Вот это и есть признак сектанства. Только зверев и зверевцы имеют право на это. Только они имеют право на это. Все остальные недостойные. Нет, я просто это привел в пример, потому что врачей... Нет, ты обосрал врачей. Не пример это, обосрал ты врачей. Ты спросил, у Зверева, у кого он курс проходит. Ну ладно. Для того, чтобы написать... Ладно, Саша, нет, спасибо. Я еще раз говорю, что и ваша позиция меня еще больше укрепляет в том, что я принял правильное решение. Я понял, что это действительно секта с очень серьезной системой зомбирования людей. Очень серьезная. Понимаете? Поэтому надо, и причем направленно надо, иди, иди, иди. Обязательно терпись, обязательно работай. В прошлом году Леночка сидит, когда Владимир Георгиевич Жданов выписал ей, что она председатель Союза борьбы за народную трезвость Ростовской области. Зверинец Ростова, об этом узнав, возмутился, тут же на нее наезд хамский. Потом попытка, попытка. Вы должны у нас, должны курсы пройти от зомбирования. Вы должны курсы от зомбирования пройти. Вы не прошли курсы? Мы здесь главные. А вот этот прошел, Шабалов, прошел у них курсы сознательной трезвости, и приехал с такой повернутой головой, который раньше знали. А он сейчас приехал, он по-другому совершенно говорит. Когда с Шабаловым мы встретились, Владимир Георгиевич приехал. Не, не будем мы говорить. Уже все, закончили. Да, 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 да. Не будем обсуждать, что он говорит. Я Шабалову потеряла. Вот у них поведение, у всех одинаковое, у всех одинаковое поведение. Моя, да абсолютно. Мы обсудим наше. Меня Варанкин уговорил посмотреть лекции. Я все, что новое, я его не знал, Владимир Георгиевич, я его не знал. Лучше поговорить, зверев, зверев, зверев. А где посмотреть? В интернете. В интернете не соображаю, набираю. Лекции там два часа. Пятнадцать минут я посмотрел с трудом. Дальше я два часа смотрел, только по одной единственной причине. Ну, надо же мнение сформировать. Свое. Досмотрел два часа, больше я на это, на это бред. И опровергать я вас, изверивать не буду. Ну, то есть всем нужно поверить в вашу авторитету. Не надо верить. Не надо верить, не надо верить, не надо верить. Я этой... Мне этого хватило выше крыши. Все. Не надо сотворять кумиров. Да. Потому что, знаешь, у Лаврентия Павловича Берия есть великолепное выражение. Учитесь у друзей, учитесь у врагов. Я смотрю и хочу что-то там взять рациональное для себя. И я кроме зомбирующей технологии, я ничего не вижу абсолютно. Я бы не хотел бы, чтобы я выходил к детям, и меня воспринимали дети, что я их на что-то научаю в плане зомбирующей технологии. Категорически нет. Только беседа, только диалог, только любовь, только доброжелательность. А уж хамство сколько я от вас наслушался. Тюмени и так далее, и так далее. Ростов не успели разместить информацию. Здесь слет, слет, куча дерьма вот так вот сразу было из Ростова. Куча, куча дерьма. Зверевцы тут же накинулись, елки, куча дерьма. Да и что это такое? Саша, сделай вывод. Да что это такое в конфликтах? Сделай вывод. Мы сейчас, Саша, 6 секунд, пожалуйста. Да что это такое? Если другие что-то сделали... Во-во-во-во. Саша, да че, вот у меня там... Саша. Варанкин, вот, Володь, я хоть раз их откомментировал плохо в интернете? Не остановитесь. Никогда. Остановитесь. Мы напрасно тратим время, вы понимаете. Ты подошел, да, мы сколько посвятили. Есть плодотворное что-то от этого? Ничего. Ничего абсолютно, вы понимаете. Вот грязь оседает сюда в душу, и все. Негатив производится. Цепочка зла... Мы первые начали. Цепочка зла начинает расти, и все. Зачем вот это? Вот смотрите, да, я в трезвенническом движении очень мало. Как я пришла в трезвенническое движение? Я искала этот путь, искала людям помочь то, как выбраться из алкоголя, и не курили, чтобы люди... Потому что я сама вела всю жизнь трезвый образ жизни. Меня к этому привела бабушка, ее родители привели. И мы так жили, да. Когда первый раз я услышала лекцию Жданова в интернете, я его еще совершенно не знала. Вот сегодня, да, и в прошлом году, когда я была, естественно, я никаких курсов трезвости не прошла. Но я поняла одно. Поняла одно, что трезвенническое движение у нас начинали великие люди. Великие люди, которые нам говорили о том, что такое алкоголь, что такое табак, как оно к чему ведет. И вот это все продлевалось, продлевалось и передавалось поколение к поколению. Оно подвергалось тем или иным действиям, да. И Владимир Георгиевич Жданов, Федор Григорьевич Углов, они продолжили это движение, но оно не искажалось. Оно никогда, никогда не искажалось. И все люди шли этим идеям тому, что алкоголь, табак и другие наркотики, они вредят нашей жизни. Вот это мы продвигаем, вот это мы двигаемся, да. И поэтому сегодня, вот мне очень хочется, конечно же, сказать, что есть люди, которые немножко отвергают эти учения и хотят дать другому. Но откуда они пришли? Опять, откуда они пришли? Вот если я узнала об этом и хочу это двигать, да, ведь и другие же люди, они узнали из первоисточника. Ведь все так же, из первоисточника. И первоисточник, он продлевается, продолжается и двигается. И я думаю, что этот первоисточник сегодня будет двигаться правильно. Правильно освещаться людям. Никаких не должно быть разногласий, ничего, расколов. Если мы будем сегодня раскалываться по частям, по каким-то группам и говорить, что это неправильно, это неправильно. Давайте смотреть на одних людей, которые нам сегодня дали возможность вот это все создать. И есть люди, которые подхватили и передают. Если человек в свое время был зависимым от той или иной программы, да, он в первую очередь прошел обучение по первоисточнику. По первоисточнику Лев Толстой и все другие. Посмотрите, ведь это первоисточники, и они продлились, и Углов. Углов это тоже на своих примерах, на всем он дальше продлил. Федор, это, Владимир, это, как это, Шичко, Владимир Геннадьевич. Геннадий Андреевич Шичко. Уже запуталась. Он то же самое, он продлил. Но не было никаких расколов, не было ничего. А сегодня пытаются вот это все расколоть, расколоть по кусочкам, разобрать. Вот кто-нибудь читал с абреологией, которую продвигает Владимир Георгиевич Жданов Майорова? Все же, наверное, читали, да? Ведь это все. И ведь там тоже так же, от первоисточника, от чего идем, и к чему мы идем, и как мы сегодня движемся. Во всех странах одно и то же, никаких расколов, ничего нету того, что ты смотри на это так, ты смотри на это так. Мы все пришли от одного. И поэтому вот мне сегодня очень больно то, что у нас идут какие-то вот разногласия, какие-то группы, какие-то что-то, да? Я очень хотела, чтобы у нас в Ростове была одна, одна организация, которая единомышленно двигалась вперед. То есть были единомышленники. И помогали людям, детям сегодня донести именно эту правду. правду о вреде алкоголя. Не то, что там у нас украли, или что-то там утвердили, или еще что-то. Правду мы, вот только правдой, как говорил Шичко, только правдой, что это такое, что такое алкоголь, что такое наркотики, мы сможем добиться, достучаться до людей. Спасибо, Лена. Только правду. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Я еще раз хочу высказать свою точку зрения на всю эту проблему. Я, как руководитель трезвенского движения, как преемник фактически Углова в этом движении, я всегда за то, чтобы создавалось как много больше общественных организаций, которые бы боролись за трезвость. Я за это за руками. Я всеми руками за, чтобы формировались новые лидеры движений, такие как Варанкин, такие как, скажем, вот-вот, Анатолий Иванович. Я всеми руками за, потому что мы же не вечные, понимаете? Ну, еще 15 лет, и там уже, как говорится, энергия будет совсем не та, что сейчас. Я против того, чтобы эти организации новые начинали вредить движению. Вот-вот против этого я всегда против. А это имеет место. И надо сказать, что было бы даже странным, если бы эти организации не возникали. Это было бы тоже очень странно, понимаете? Где-то перехватили название «Трезвая Россия», понимаете? Это уже не наше официальное название наркологов. «Трезвая Россия», пожалуйста. Где-то что-то, понимаете? Где-то вдруг возникло то, которое говорит, что нет, вы не правы, а мы еще вот выше стоим. Ради Бога! Ну, стойте вы выше, я же не прав. Вы не лезьте к нам, вы не гадьте. Вот гадить не надо. Вот это самое главное, о чем мы просим. Зачем гадить? Но если у вас нет тямы идти к людям, допустим, да? К людям. Да, к детям можно всем идти, понятно. Детям можно все что. Но вы идите к людям, идите к культурно пьющим людям и их отрезвляйте. Я вас уверяю, что к культурно пьющих людей ваша секта отрезвить не сможет. Ну, я говорю, то есть с вашей терминологией, с вашей идеологией, с вашим превосходством, которое из вас просто прет вовсю из каждого. Это невозможно сделать. Люди вас просто понимать не будут. Гениальность Шичко в чем заключалась? Он ведь не нарколог. Вышел и сказал, вы алкаши, я вас буду лечить сейчас. Вот давайте. Соратники. Мы соратники. Здравствуйте, дорогие соратники. Нет здесь алкоголиков, нет здесь врачей, никого. Мы соратники. Мы с вами вместе будем этого змея убивать в себе, в обществе и так далее. Ставьте плечо и пошли. Вот в чем суть, понимаете, была. Поэтому я еще раз через вас, передайте Звереву, ну, ради бога, пусть он... Но зачем же гадить? Гадить тому движению, которое уже существует 30 с лишним лет. Гадить не надо. Если гадить будете, ну что? Ну, мы вынуждены как-то обороняться, защищаться, вынуждены сказать, что да, это вот возникла секта. Цель которой нагадить максимально нашему движению. Вот и все. А иначе как? Иначе никак.